На самом деле, у тех людей, у которых в жизни происходит все благополучно, в один миг может все измениться. Ведь возможно еще в молодости ты был слишком знаменит и востребован, а уже в зрелом возрасте можешь оказаться и вовсе никому не нужен. И в данном видео я хотел рассказать про пятерку величайших актеров, которые уже в пенсионном возрасте оказались в доме престарелых. И как это случилось с ними? Валентина Александровна Малявина. Многие ее помнят по фильму «Отче наш». Столь величайшей актрисе пришлось пережить в доме престарелых целых 15 лет. Еще к тому же она потеряла зрение. К большому сожалению, женщина не стала в 2021 году. А все случилось из-за того, что ее обманули черные риэлторы, в результате чего она осталась без жилья. Вот так, собственно, она оказалась в доме престарелых. Анатолий Кубацкий. Этого эпатажного мужчину все помнят по фильму «Мария искусница». Именно в данном фильме он сыграл некого Водянова. Что касается его личной жизни, она сложилась действительно счастлива. Ведь на протяжении 50 лет он был в браке с Раисой Ефимоной Эльберт Гальперин. В данном браке родился сын. Но в момент, когда его супруга ушла из жизни, он вынужден был переехать в дом ветеранов. В одном из интервью перед своей смертью он признался, что родной сын к нему приезжает редко. И про него вовсе забыли его друзья. Рина Зеленая. Этот голос очаровательной девушки, которая озвучивала приключения Буратино, запомнился многим из нас. До конца своих последних дней женщина часто шутила и сохраняла при этом силу духа. Однажды она сказала, что ее наградят за 40 минут до смерти. Но практически так и случилось. К сожалению, о награде она так и не узнала. Валентин Букин. Его лицо часто сияло в таких картинах, как Дартаньян и Тремушкетера, Белые Россы, Колье Шарлотты. Но наиболее значимая для него роль была в фильме Кинзадза. К большому сожалению, в 2006 году мужчина попал в дом ветеранов. По словам мужчины, он сам принял такое решение. Но в 2013 году его не стало. Игорь Гузун. Многие помнят этого актера по роли Иосифа Сталина. Но что больше удивило меня, что он снимался в зарубежных фильмах и снялся с таким знаменитым актером, как Джеки Чан. Актер также очутился в доме престарелых из-за потери жилья. Но до текущего момента он долго проживал в парках, на вокзалах и теплотрассах. Что касается его детей, они живут за границей и не интересуются судьбой своего отца.